Всем здорова! С чего я решил начать хороший день? Конечно же, с похода на пляж. И первое, что сейчас будет, как раз таки, это море. Время 3 часа дня. Я держал его морковку. И речь не про эту морковку, а про другую. Ссылочка в описании. Это долгая история. Погнали дальше. Погнали дальше. Сегодня мы в Хевроне. Мы сейчас приехали. Как сказали, этот город сейчас разделен между Палестиной и Израилем. Тут уведутся. Вольно ведутся? Нет, периодически. Легкие стычечки. Сегодня будем изучать, что это за город. Пока что он выглядит очень симпатичненько. Как в Детройте. Прям как местный Детройте. Да, нас будут истреблять. В Иерусалиме есть старая часть, которая называется Усапрестарый город. В нем есть место, которое называется Храмовая гора. Стена, а в сторонке от нее, или в сторонке ее, стена плачет. Похоже? То же самое. Ой, есть еще одна. Поговорим про Псили. Вот так вот это выглядит в кубке. Давай запечатлим тебя для истории в Тфилине. Что, что, что? Запечатлим тебя для истории в Тфилине. В Рушалиме ты молился, а у вас кого не молился, в Иркевроне. Давай. Вижу. Там правда идет. Это штука, которую на нас только что одевали. Называется Тфилин. И когда я спросил у Дана, что это такое, Дан мне сказал, что это был телефон с Богом. И на самом деле, когда его снимают, на самом деле, чувствуется какой-то прилив сил. Но это скорее из-за того, что в руке пережимаются, и когда снимаешь... Передавливаются. Да, да, да. Передавливаются. И, соответственно, когда снимаешь, получаешь хайф. А это Стасик, он как раз таки меня и снимал. Вот это все. Так что вот такая вот ситуация. Идем дальше. По-моему, самое время отложить все дела. Может свалить с работы или притвориться мертвым. А лучше просто забить на все, надеть акваланг и лечь на самое дно, где меня никто не найдет. Это палестинский магазин. Это израильский магазин. Пока мы тут целый час, и никто никого не убил. Сейчас изучаю евриты, и вот это вот евритские буквы как раз таки. А это арабские. Еще лучше. Ну что, из того, что я пока что узнал, это то, что Хеврон создан более четырех тысяч лет назад, что довольно-таки немного. Это получается еще до Иисуса, еще до, 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 до этого. До этого всего. И, конечно же, тут происходят до сих пор стычки между арабами и евреями, и различные конфликты. Ну, конечно же, это грустенько. Но чтобы не грустить, то у меня есть молочко. У нас сейчас идет экскурсия. Не знаю, что это за место, но я нашел тут какое-то подозрительное место. Тут сплошные коляски и велосипеды. И так как Хеврон разделен на две части, то мы сейчас можем увидеть арабская часть. Мы сейчас на еврейской и израильской части Хеврона. И можете услышать, как идет молитва какая-то арабская. Вообще выглядит прикольно. Огонь. Пойдем дальше. Тут, в принципе, очень прикольные звуки, но я не знаю, что они поют. Возможно, сейчас ракеты у нас запустят. Точно можно сказать про Хеврон, что тут очень много военда. Соответственно, военные буквально на каждом шагу. Ну, говорят, что безопасно. Военные говорят, что безопасно. Тут происходит что-то страшное и непонятное, и мы не можем понять, что здесь происходит. А, там просто клацаются что-то? Хорошо, у тебя челочки напрягают. Я знаю, я что и делал за этим. Вот и все, что было, не было и нету. Сегодня у нас предстоит поездка в Юрусалим. Я на самом деле не знаю, что, куда я пойду там. Но надеюсь, что не обломаюсь и что-нибудь интересное я найду. Посмотрим, погнали. Ну вот я наконец-то и приехал в Юрусалим. Было очень прикольно. Мы ездили среди гор. Так как Юрусалим находится на холмах, там в районе 800, где-то некогда над уровнем моря. И, в принципе, в Юрусалиме сейчас очень жарко. Но что хотелось бы сказать про Юрусалим, наверное, это то, что классика. Это столица Израиля. И он является, в принципе, священным местом для сразу трех крупнейших религий. Это иудаизм, ислам и христианство. Конечно же, очень прикольно то, что сразу одно место. Сразу для трех самых крупных религий во всем мире. Все признают то, что в Юрусалиме есть там стена плача. И это священное место прямо для всех. Это, конечно, прикольно. Я постараюсь туда обязательно сегодня дойти. Ну, а сейчас пока что иду по делам. Надеюсь, что что-то интересное мимо буду проходить. Постараемся помогать, что тут есть. Да это почти как наше местное метро, только это над землей. На самом деле у них тут нету метро. И они передвигаются с помощью вот таких вот наземных крамваев, которые раскинуты по всему городу. И они используют это вместо метро. Ну, в принципе, удобно, учитывая, что тут прямо отдельные полосы для них. И это, конечно же, можно использовать. Ну что, я наконец-то закончил со своими делами. И сейчас, я думаю, пойти к стене плача. Посмотрим, что там будет еще по пути, что-то интересное. А вот это и великая еврейская синагога. Точнее, иерусалимская. Но смысл один и тот же. Посмотрим, что еще будет по пути. Прямо посреди Иерусалима наткнулся на какой-то огромный парк. И тут действительно красивенько. Прямо посередине города. Почти как в Нью-Йорке. Ну, может чуть-чуть поменьше. Но все равно прикольно. Вообще, очень интересная табличка, которая запрещает пить. Довольно-таки интересно. Возможно, это имеет в виду вот эту грезную воду. Но, тем не менее. Вообще, парк, конечно, не мешало бы убрать. Я, конечно, верю, что там в центре немного все это получше. Но сейчас не особо много времени, потому что я хочу успеть дойти до стены плача. Съездить еще в Тель-Авив и еще где-нибудь походить. Посмотрим, где тут еще можно что-то увидеть. Одно из знаменитых мест в Израиле – это зонтики. Возможно, вы когда были в каких-нибудь магазинах МВизио и еще где-то натыкались на вот такую вот картину. Вживую выглядит еще более прикольно. Блин, какая прелесть. Маленькие зонтики. Я даже раньше не замечал, не знал, что это такое, в принципе, есть. Вообще, это очень знаменитая улица. Да, я про нее ничего не знаю. Сейчас попробую что-нибудь напугнуть. На улице, конечно же, очень жарко, поэтому зашел в Кофикс. Наверное, это самое дешевое место, где можно что-то поесть. Тут есть Кофис и есть Кофикс. Это за 5-6 шейкелей можно купить какой-то коктейль, в принципе, что я сделал. И еще какую-то плюшечку, что я, собственно, тоже сделал. Жирковато, что сказать. Я сейчас нахожусь в самом центре Иерусалима. И тут, прямо посередине улицы, стоит пианино, на котором можно поиграть. Я даже чуть-чуть что-то вспомнил. Тут еще очень прикольное место есть. Точнее, даже два места. Первое, это, конечно же, вот этот прикольный фонтан. В этом фонтане вода просто поднимается, тут просто можно привлечь. Тут такие лужаки. Они, правда, каменные, но, тем не менее, просто маленькие лужаки есть. И что хочется отметить? Вот это вот здание правительства. Не так пафосно, конечно, как в России, но, тем не менее, это здание правительства Израиль. На что тоже можно обратить внимание и посмотреть, как тут устроена территория. Я, когда гулял около зонтиков, я помню, что там находился символ «Я люблю Иерусалим». И тут, случайно, я на него снова наткнулся. Его, походу, перенесли поближе к стене плача. Там, потому что был ремонт, и я все думал, куда же его перенести. А вот он здесь оказался. А и мы уже, в принципе, почти подошли к стене плача. Сейчас подойду туда. Да, я не знаю. Мне этот переулок очень напоминает из второй части «Гарри Поттера», когда он попал в косую аллею. Это было очень непросто, но среди товаров там, на пути к великой стене плача, прошел огромное количество базаров, там какой-то рынок был страшный. В итоге я не смог удержаться, купил даже кепочку себе. А вот и стена плача, куда я сейчас пойду помолиться. Как бы чисто отметиться, если я уж тут, почему нет. И даже кипу себе возьму за место кепочки. Соответственно, можно просто взять себе кипу и быть совсем грамотным евреем. В итоге неожиданно я стал слишком правильным евреем. На меня нацепили тфилин. Соответственно, вот этот тфилин. На голову нацепили. И сейчас я пойду молиться. Мне дали бумажку с русским текстом, где я буду молиться. Слушай, Израиль, Господь мой. Музыка Здесь проходит бар-митцва. Это, по сути, обряд, когда с ребенка, соответственно, делают мужчину. Ну, не в том плане, как-то у нас подразумевается, а просто становится мужчиной, становится взрослым. Соответственно, надо снять уже фелин и пойти дальше. Мужчина, который сейчас надевал, помогал мне надевать фелин, он в итоге знает человека, который еврей в питерской синагоге, сказал ему передавать привет. Находимся в разных концах света, тем не менее, находим общих знакомых. И это, конечно же, капец как прикольно. Передаю привет Раву Цви. Вообще еще хочется сказать, что вот тут стена плача, она разделена на две части. Левая часть, соответственно, это часть для мужчин. Она побольше, она больше раза в три, наверное, чем женская, потому что мужчины, как правило, просто в еврейских семьях, они просто молятся, а женщина следит за очагом. Но, тем не менее, сейчас вот я смотрю, сколько мужчин вот там, в мужской части, и сколько женщин там, намного больше. Это, конечно, удивительно. Обычно я видел здесь места, что, типа, как раз-таки в мужской части все забито, а в женской все свободно. Первый раз вижу вот такое соотношение. Я зовут Шмули Квайс. Шмули Квайс? Да. Это Энки Шмули. Да. Шмули Квайс, привет Цви, Атла Харабан. Машиах нау. Машиах. Машиах is coming. Окей. Спасибо. Туда. Я сейчас забрался наверх, и тут открывается вот такой вид на стену плача. Конечно же, это очень прикольно. Но, тем не менее, если мы посмотрим чуть-чуть пониже, то будет уже вид вот такой вот. Не знаю, что здесь строится, но что-то грандиозное. Я на самом деле уже тут заблудился, я не знаю, куда идти тут. Но как-то ходим, бродим, ищем, как добраться в Тель-Авив. Как, я думаю, вы уже знаете, в Израиле очень жарко, поэтому надо не забывать, в принципе, врать с собой всегда воду. Потому что тут бывает очень часто недостаток воды, и, в принципе, я купил себе вот такую баночку. Но ее время от времени нужно пополнять. И что мне нравится в Израиле? Тут везде есть вот такие вот фонтаны, которыми всегда можно воспользоваться. Что я, собственно, сейчас и сделаю. И белток. Я тут пока шел до остановки, посмотрел на время. На самом деле уже на часах 5 часов, поэтому я тут подумал, думаю, рвану я к себе в Ашкелон, там, где лучшие пляжи, буду сегодня отдыхать. А когда-нибудь завтра, послезавтра уже рвану в Тель-Авив, и уже поразвлекаюсь на полную. Так что нормально, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok